МОЛОДАЯ ЖИЗНИ 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 Мы спасаем себя, мы спасаем нашего близкого человека, в частности, спасаем свою дочь. Мне кажется, что наш проект, вот этот новый шаг в новую жизнь, поистину является инвестиционным и открывает все грани между ведомственным взаимодействием. Происходит какое-то требование восприятия сотрудников милиции на сегодняшний день, не только как крающего органа, но и тех лиц, которые в первую очередь обращают внимание и мечтают о том, чтобы как можно меньше, желательно, чтобы ни один несовершеннолетний не включился в эту проблематику распространения наркотиков. К счастью, и это благодаря усилиям всех вас, здесь присутствующих, этой активной позиции и выработке новых форм и методов профилактической работы с несовершеннолетними, донесение информации, разжевывание этой информации о том, что вовлечение незаконного органа наркотиков это два пути, либо это смерть, либо тюрьма. Ну, сердце кольцует, конечно, одна тема. Во-первых, уже она определена, тема единства, сила единства. В общем-то, я считаю, что Витебский регион, вот, определенный старт этому уже дал. Следует отметить, что сегодня значительно снизилось количество выявленных нарколабораторий, потому что с этой темой очень плотно работали. И это были разные истории. Я видела мам, которые ко мне просто приходили и говорили, вы знаете, мы жили в розовых очках. Вообще, мы живем в розовых очках. Нам кажется, что, ну, наши дети, у которых есть, ну, что им еще надо? А ресурсные комнаты, а куда обращаться? Понимаете? А все, никто не занимает эту нишу. Значит, мы, Союз Женщин, это наша задача, защитить женщин. Мы должны тоже. Мы сейчас хотим эту тему тоже подключиться. Запускаем наркотики по молодежке, а вот мы уже займемся женщинами, которые у нас действительно, которые нуждаются. Эмоции, которые мы сегодня получили, вернули, наверное, нас ближе, да, к этой теме. Это, во-первых. А во-вторых, ну, наверное, все-таки и посмотрели на свою работу, да, вот с позиции сегодняшних проектов, представленных. И вот где-то понимаем, что есть еще над чем работать у нас на местах, в районе. Это выездной суд, он идет в сокращенной форме. Ну, специально жирело готовится, да, это сокращенная форма. И это замечательно работает. Но сейчас эту практику, я ее не наблюдаю. Когда его выводят из зала, и на дворе фото, да, посадили, все вышли в бою. Да, сам процесс, да. Он сам процесс, да, он сам процесс. Ну, как я ссадила, спецшколу Могилевскую я ссадила, после этого, больше никогда жизнь не будет. Все приехали таким, а душу не будет. Участие родителей. Ну, тут другая ситуация. И дети все говорят, что почему? Потому что мы говорили, ну, что не хватает, как вы абсолютно верно говорили. Видеоколики, пропаганда, участие, даже онлайн-встречи, все что угодно. Ну, а почему ты совершаешь, ты знала? Я говорю, что, как профилактировать нам что-то, кто-то решение принесет? Говорит, а никак. Вот это было страшно. Почему никак? Ну, а потому что пока человек сам не попробует, тогда, тогда, почему, кто это мешает? Родители. Родители, это, грубо говоря, даже сделать какую-то совместную работу, это не обязательно дом построить. Это вместе скатерть, у нас просто стерилизм. Ну, то есть элементарное участие родителей в воспитании детей. Спасибо огромное всем участникам круглого стола, потому что каждый по своему направлению вносит частичку своей души, своего профессионального опыта для того, чтобы и наша молодежь, и люди более старшего поколения, все-таки объединившись, понимали, что рядом есть электронамышленники, которые в трудную минуту могут протянуть руку помощи. Но, наверное, будет правильно сегодня в рамках нашего круглого стола поблагодарить тех людей. Субтитры сделал DimaTorzok